Голод, подумал он. Это имя было последним в списке, лежавшим у него в кармане. That's the real stuff. Это действительно круто. Наигранно-развязно, сообщила она, и Хуртик испытал укол болезненной нежности. Он годился ей в отцы. Если ты ищешь что-нибудь настоящее, пояснила она, то тебе нужен именно голод. А кто это голод? Или их несколько? Никто толком не знает, но говорят, что это один парень, который сидит в лесном доме, где-то в Даллароне или Хельсингланде. Как он выглядит? Вроде высоченный, под два метра, черные волосы. Хотя некоторые уверяют, что он мелкий. А я слышала, как другие говорят, голод вообще девушка. Значит, никто точно не знает. Нет, в том-то и смысл. Я слышала, что он раздобыл свои инструменты где-то в комиссионке в Венгрии. Колесил там по всем деревням. А иногда рассказывают про Словению. Или Румынию, или Трансильванию. Он точно не меньше полугода работал, чтобы добиться такого звучания. Чисто метафорически, оно может и верно, подумал Хуртик. Но мифы всегда основаны на чем-то материальном. Их легко проверить. Поблагодарив девушку за помощь, он вернулся к бару. Голод, подумал он. Публика тем временем орала от восторга, и прожекторы со сцены били Хуртигу в глаза. Следующий час прошел в каком-то дыму, а больше пива Хуртик пить не мог. Завтра предстояло рано выехать в Сконы. Музыка становилась все громче, и все труднее было идти на контакт с людьми. К воне от трупов животных он уже претерпелся. Время от времени Хуртиг угадывал в море публики ту девушку. Правая рука вскинута, указательный палец и мизинец вытянуты в классическом обозначении дьявола. Во время концерта он заметил еще несколько человек в футболках с голодом. Тот же рисунок. Бесполая фигура с пистолетом, приставленном к голове. Какая-то мода у враждебного жизни среднего класса. Хуртига охватила тоска от поведения окружавших его людей. Конечно, он видел тяжелую печаль, но видел и целую орду избалованных юнцов, превозносивших смерть. Музыка затихла, и солист группы под названием «Дьявол» сказал что-то оскорбительное публике, которая отреагировала в равномере гневно и восторженно. После «Дьявола» играла группа «Око-гора», которую сменил гвоздь программы группа «Дикий трах». Те, кто пришел сюда в надежде увидеть голода, пришли напрасно. В тесноте, в нескольких метрах впереди, шел жадно озиравшийся, тощий парнишка. Булавочные зрачки, застывший взгляд. Хуртик тут же понял, что парень под веществом, и это не алкоголь. Героинщик. Хуртик увидел, как парнишка кому-то махнул рукой. Потом увидел, кому он махнул. Девушка, с которой разговаривал Хуртик, с застенчивой улыбкой подошла к парню. Он приобнял ее, что-то сказал, и Хуртик успел заметить, как он засовывает ей в задний карман крошечный пакетик. Они разошлись, и парень направился в туалет. «Проклятие», – подумал Хуртик, протискивая следом. «Ах ты засранец!» Он попытался понять, куда ушла девушка, но она исчезла. Он позаботится о ней позже. Сейчас надо взяться за того типа. С тяжело бьющимся сердцем он потянул дверь туалета. Засорившиеся писсуары вдоль одной стены – три кабинки справа, средняя дверь заперта, другие две открыты. Хуртик понял, что они с парнем здесь одни. Он остановился перед дверью и стал ждать, пока повернется замок. Из кабинки донесся стон, потом долгий вздох. Брякнула пряжка. Ремень застегнули, чтобы затем просунуть его в шлевке штанов. В щели между дверью и полом появились два тяжелых ботинка. Хуртик, не отрываясь, смотрел на замок. Когда красное сменилось зеленым, он кинулся на дверь. Дверь ударила молодого человека с такой силой, что тот отлетел назад, и когда Хуртик открыл дверь, парень корчился на крышке унитаза. Лицо под черными волосами было бледным, рука судорожно сжимала шприц. На парне была такая же футболка, как и на девушке, которой он только что дал пакет с героином. Голод. Хуртик знал, надо успокоиться. Но не получалось. В течение одной секунды он успел подумать о девушке из бара, у которой на футболке был тот же рисунок, что и у этого закайфовавшего подонка. Изображение самоубийца, называющего себя голодом. Картины мелькали в голове Хуртига в такт с ударами сердца. Мальчик, который повесился в сарае. Девушка, которая выпила смертоносные коктейли, выбросилась с балкона. Обрывок дневника со словами «Идите к черту». И еще другая девушка, устроившая так, что шею ей перерезал стальной трос, который она прикрепила к буксировочному крюку автомобиля. Хуртиг услышал, как сестра говорит ему «Люблю тебя», а потом увидел, как она висит в петле в студенческом общежитии в Умео. В самом конце он увидел самого себя. Как он поднимает эту чертову наркоту за воротник и силой бьет в лицо. И еще бьет, и еще. Когда он успокоился, то обнаружил, что прикусил себе изнутри щеку. Молодой человек, непонимающе таращился на него. «Что за хрень тут вообще происходит?» подумал Хуртиг. Очень скоро он сообразил, что потерпел неудачу. Совершил жирную матью должностную ошибку. Нанес побои. Не предъявил удостоверения. Хуртиг сплюнул кровь. Рана во рту соднила. «Лежать», — сказал он. «Я из полиции, я видел, что ты дал той девчонке. Не двигайся руки за голову». Молодой человек не шевелился и не двигался с места, пока Хуртиг обыскивал его. Кроме шприца, в кармане джинсов у парня оказался пакет с белым порошком. Хуртиг помог ему сесть и закрыл дверь в кабинку. Кто-то вошел в туалет и остановился возле писсуаров, немало каждый не смущаясь тем, что они засорились. Парень не произнес ни слова. Через полминуты в желобе писсуара зашурчала, и дверь снова закрыли. Хуртиг угазательным пальцем постучал по груди парня по футболке. «Я готов забыть о том, что ты продаешь героине совершеннолетним, что ты только что шернулся, и что все-таки у тебя осталось еще столько же». Хуртиг показал ему пакетик. «Я ищу человека, который называет себя голодом. Где я могу его застать?» Лицо у парня было болезненное, покрытое мелкими ранками. Безволосое, как у ребенка, и в то же время старообразное. «Не знаю», — получил Хуртиг в ответ. «Голос тонкий, слабый». «Как тебя зовут?» «Хочешь узнать, забери меня в участок. Там я расскажу, что ты только что сделал. Учитывая, как мало ты меня нашел, меня тут же отпустят». «Ты распространяешь наркотики». «Кто сказал?» «Я сказал». «И кто это видел?» Хуртиг вдохнул поглубже и схватил парня за черные волосы. Дернул. Парня перекосило. «Рассказывай все, что знаешь о голоде. Разве свои собственные пользы рассказываешь что-то, чего я еще не знаю?» Хуртиг дернул парня за волосы посильнее. Адреналин бурлил в венах. Где-то внутри себя он слышал голос сестры. Голос просил его прекратить. «Проклятие», — подумал он. «Срань господня». «Хочешь умереть, да? Как все остальные идиоты там в зале», — заорал он. «Хочешь умереть?» Хуртиг дал ему не сильную пощечину. Потом еще одну, ладонью. «Хочешь умереть? Могу забить тебя до смерти, если желаешь». «Есть абонентский ящик, на него пишут». Хуртиг немного ослабил хватку. «Абонентский ящик?» «Да где-то в Хорнстуле». Парень назвал ему адрес. Хуртиг запомнил его, решив сегодня же вечером попросить Олунда организовать слежку за абонентским ящиком. «А может, он врет», — подумал Хуртиг, глянув парню в глаза. Они блуждали, бегали, парень облизывал губы, дыхание отдавало мочой. Хуртига затошнило. Не только от вони, окружавшей его с той минуты, как он пришел сюда, но и от себя самого. Ему было стыдно, хотелось одного убраться поскорее. Он поднялся и вышел. Начала играть другая группа, но ему было наплевать. Он просто пробирался к выходу. Прошел мимо бара. Банки факела погасли, и в тоннеле стало темнее. В углу сидела и плакала какая-то девочка. На лице ее была серо-черная каша, размазавшаяся косметики. Она резала себе грудь, а по щекам текли слезы. По ее движениям не похоже было, что она так уж пьяная, или что она носит себе раны от злости или в гневе. Хуртиг все еще со шприцем и пакетиком в руке остановился и посмотрел на нее. Ее плач был тихим горем. Девочка действовала целенаправленно, с почти хирургической точностью. Бритву она зажала между большим и указательным пальцами. Разрезы на худой бледной груди были глубокими, и Хуртиг заколебался. Не подойти ли, не остановить ли ее? Или лучше вызвать врача? Но оглядевшись, он понял, что девочка тут не одна. В кромешной темноте шла обыденная жизнь. День без надежды. Будни, в которых боль – единственный опорный пункт в переживании здесь и сейчас, и в которых боль создает иллюзию жизни. Хуртиг не нашел в себе сил отнять у них эту иллюзию. Вдоль скальных стен сидели ряды молодых людей, которые тихо плача резали себя. Все вместе. Каждый поодиночке. Айман. Квартал Вегарен. Дежурным ветеринаром оказался крупный мужчина из ветлечебницы в Багармоссене. Он задал несколько коротких вопросов о том, что случилось с бегемотом, и надул небольшие пластиковые носилки. В его ручищах они казались игрушечными. Доктор сделал бегемоту укол и осторожно уложил кошачьи тельцы на носилки. Риск умереть от заражения кровью возрастает на 8% в час в течение первых суток, пояснил он. Но я дал ему антибиотик. Бегемот возвел на Айман единственный глаз, и она почувствовала, что сейчас заплачет. Ветеринар сказал, что коты нередко выцарапывают друг другу глаза в драке. Там уже образовалась небольшая корка. Я очищу, промою рану от гноя, а потом все зарастет. Бегемот потерял правый глаз, а в остальном он совершенно здоров. Все с ним будет в порядке. Ему только нужен покой. Доктор ободряюще улыбнулся и тихо погладил бегемота по спинке. Бедняга явно недавно был у ветеринара. Нет, не был. Почему вы так решили? Доктор раздвинул бегемоту шерсть под уцелевшим глазом и обнаружил красную точку на бледной коже. Похоже на след от иглы, сказал он. Когда ветеринар уехал, Айман сообразила, что совершенно забыл о завтрашних похоронах. Иногда ее мир бывал ограниченным. Не таким уж большим. Через день они завтракали вместе. Айман насыпала моту сухого корма, и кот принялся за еду с прежним удовольствием и охотой. Но она все же подумала, что это уже не прежний кот. Когда она взяла бегемота на колени, он тут же спрыгнул. Нехорошо оставлять его одного даже на неполные сутки. Айман закончила собирать вещи и в самом конце уложила в сумку белый хиджаб. Перед тем, как уехать, надо поблагодарить Симона за помощь с бегемотом. Вчера она узнала молодого человека ближе. Айман оделась, заперла дверь и позвонила соседу. Никто не открыл. Она достала из сумочки листок бумаги, ручку и написала. «Спасибо, что помогли мне найти бегемота. Ваша соседка Айман». Сложила листок, сунула его в щель для писем и пошла вниз по лестнице. Первый приступ дурноты накатил, когда она стояла на улице в ожидании такси. Айман вспомнила ранки на лице и руках Симона. Они припарковались возле какого-то торгового центра. Эйстейн храпел на переднем сиденье, а Симон скорчился на заднем. Впереди мигала неоновая реклама, и он не мог оторвать от нее взгляд. Уснуть не удастся. Мысли были ясными и в то же время неупорядоченными. Они накатывали все одновременно, и эти раздрозненные воспоминания были про его жизнь. Под единый червями плод. Отец, мать, сестра и он сам. Старшая сестра всегда на периферии, вне. Они были словно секты из четырех человек, но на него смотрели как на отщепенца. Отец был богом, мать – святой девой. Окна в той вилле были всегда занавешаны темными гординами, и впоследствии Симон понял, что христианство его родителей было устроено по образцу плимутских братьев. Консервативный взгляд на семью, сектантская замкнутость и отказ от мира. Безоговорочная власть мужчины и столь же безоговорочное подчинение женщины и детей. Они были как рабочие в метрополисе Фрицеланга, как живые мертвецы. Единственным местом, куда они выезжали, был их домик в Витватнете, уединенный и не настолько темный. Бог жил близко. В природе, в деревьях, в каждом камне, в светлых летних ночах. Там, на севере, дышалось свободнее. Эйстейн храпел и с переднего сиденья пованивала. Его тело было настоящей фабрикой зловония. Время от времени он рыгал между всхрапываниями. Совершенно непонятно, как родители Симона позволили ему водиться с Эйстейном. Единственным объяснением служило то, что семья Эйстейна являлась частью христианского сообщества. Мать его была родом Састурфосны, изолированного острова у входа в Тронхеймсфьорд. Казалось, люди там, на этих островах, как кое-где в Бухуслене и по всему Норландскому побережью, толкуют христианство весьма вольно. Именно Эйстейн познакомил его с гашишем. Потом с амфетаминами, таблетками и прочим. Барбитураты, средства для похудания, даже средства от глистов. Наконец явился героин. И Симон понял, что обрел пристанище. Все остальное бессмысленно. Симона было 16. Он порвал с родителями, и его вышвырнули, как отброс, которым он оставался и теперь. Симон вспомнил дождливое весеннее утро, когда он, наконец, решил покончить с прежней жизнью. Он учился в выпускном классе, стоял на остановке и ждал автобуса, одетый в тесный костюмчик. Юный христианин, похожий на маленького взрослого. По вторникам он играл на органе в обществе старого кантора, от которого пахло немытой промежностью. Его товарищи, как всегда, загоготали, когда у него вдруг расстегнулся портфель, и содержимое посыпалось на асфальт. Все ржали, когда он в панике сгребал свои вещи. В числе прочего, порножурнал, полученный от Эйстейна. Один из самых жестких. Он испытал острое чувство стыда, и именно в тот момент понял, что не может больше притворяться кем-то, кем он не был. Он должен выбраться на поверхность. Надо нассать им на алтарь. Симон. Энгельхольм. Они припарковались возле какого-то торгового центра. Эйстейн храпел на переднем сиденье, а Симон скорчился на заднем. Впереди мигала неоновая реклама, и он не мог оторвать от нее взгляд. Уснуть не удастся. Мысли были ясными, и в то же время неупорядоченными. Они накатывали все одновременно, и эти раздрозненные воспоминания были про его жизнь. Подъеденный червями плод. Отец, мать, сестра, и он сам. Старшая сестра всегда на периферии, вне. Они были словно секты из четырех человек, но на него смотрели как на отщепенца. Отец был богом, мать – святой девой. Окна в той вилле были всегда занавешаны темными гординами, и впоследствии Симон понял, что христианство его родителей было устроено по образцу плимутских братьев. Консервативный взгляд на семью, сектантская замкнутость и отказ от мира. Безоговорочная власть мужчины и столь же безоговорочное подчинение женщины и детей. Они были как рабочие в метрополисе Фрицеланга, как живые мертвецы. Единственным местом, куда они выезжали, был их домик в Витватнете. Уединенный и не настолько темный. Бог жил близко. В природе, в деревьях, в каждом камне, в светлых летних ночах. Там, на севере, дышалось свободнее. Эйстейн храпел, и с переднего сиденья пованивало. Его тело было настоящей фабрикой зловония. Время от времени он рыгал между всхрапываниями. Совершенно непонятно, как родители Симона позволили ему водиться с Эйстейном. Единственным объяснением служило то, что семья Эйстейна являлась частью христианского сообщества. Мать его была родом Састурфосны, изолированного острова у входа в Тронхеймсфьорд. Казалось, люди там, на этих островах, как кое-где в Бухуслэне и по всему Норландскому побережью, толкуют христианство весьма вольно. Именно Эйстейн познакомил его с гашишем. Потом с амфетаминами, таблетками и прочим. Барбитураты, средства для похудания, даже средства от глистов. Наконец явился героин. И Симон понял, что обрел пристанище. Все остальное бессмысленно. Симона было 16. Он порвал с родителями, и его вышвырнули, как отброс, которым он оставался и теперь. Симон вспомнил дождливое весеннее утро, когда он, наконец, решил покончить с прежней жизнью. Он учился в выпускном классе, стоял на остановке и ждал автобуса, одетый в тесный костюмчик. Юный христианин, похожий на маленького взрослого. По вторникам он играл на органе в обществе старого кантера, от которого пахло немытой промежностью. Его товарищи, как всегда, загоготали, когда у него вдруг расстегнулся портфель, и содержимое посыпалось на асфальт. Все ржали, когда он в панике сгребал свои вещи. В числе прочего, порножурнал, полученный от Эйстейна. Один из самых жестких. Он испытал острое чувство стыда, и именно в тот момент понял, что не может больше притворяться кем-то, кем он не был. Он должен выбраться на поверхность. Надо нассать им на алтарь.